Вы на канале Страсти по насекомым. Когда я выкладываю посты о кузнечиках, регулярно получаю комменты. Это саранча. Люди не разбираются, но яро высказывают такие неверные замечания. В этом видео я расскажу, чем отличается кузнечик от саранчи. Эти насекомые относятся к отряду прямокрылых. Вот крупное насекомое. И большой процент людей скажет, что это саранча. Но нет, это зеленый кузнечик. Главное отличие кузнечиков – очень длинные усы. Такие длинные антенны позволяют ориентироваться в пространстве и находить добычу, так как большинство кузнечиков всеядны с уклоном в хищничество. Также у кузнечиков более длинные задние ноги, а у самок заметный внушительный яйцеклад. Кстати, на канале есть мое подробное видео о кузнечике зеленом. Ссылку оставлю в описании. Теперь посмотрим на саранчевых. Эти насекомые питаются лишь растительностью. Многие являются сельскохозяйственными вредителями. И длинные усы им не нужны. Посмотрите, каким интересным способом насекомые чистят свои антенны. Саранчевые очень подвижны и активны днем, в отличие от кузнечиков, которые активны и ночью. В это время они охотятся и стрекочут. Одиночные саранчевые называются кобылки, а стадные виды – саранчой. Мелкие насекомые, которых мы видим днем прыгающих в траве, это и есть кобылки. Большинство из них живет на земле и в низкой травянистой растительности. У кобылок звуковой аппарат находится на бедрах задних ног и надкрыльях. Давайте посмотрим, как они стрекочут. У самок саранчевых, в отличие от кузнечиков, маленький незаметный яйцеклад. Если ориентироваться на размер насекомых и фауну Беларуси, то, вопреки распространенному мнению, саранчевые меньше кузнечиков. Думаю, теперь вы с легкостью сможете отличить кузнечиков от различных видов саранчевых. До встречи в следующих видео!